здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на реакцию форд мака и афетамина всем приветик двор фортресс от bb и золотая компания честно про эту игру я особо не наслышан ты честно слышу первый раз но бб мы смотрели часа так что я примерно представляю что там да а что мы ждем мы ждем прекрасного experience от самого прекрасного пельменя в истории и вашей вождя большая сиська батарея начинаем поехали поехали дворфийская крепость этого истину нестандартная игра да даже не игра симулятор фэнтезийного мира который на данном закончен на сколько на 15 процентов я уверен что когда я буду закончена хотя бы на процентов 50 братья адамсы уже будут сами как дворфы под землей слэйвс ту арму god of blood chapter 2 двор фортресс честно это знаешь на что похоже на старые текстовые квесты наши такие старые игры на компьютер а название мне напомнило название одного альбома геймс и он тоже было три слова сочетания подряд и ты не понимаешь какой из них настоящее название любого ну да кстати говоря вот что что но и как ладно посмотрим помните велико венищенск у тамошних жителей я абсолютно уверен дела идут очень хорошо несмотря на пришествие забытого чудовища ct которая пару дворфов на причиндале прокрутила однако не всем дворфийским экспедиции удается достигнуть хотя бы акс фаталис я только хотел хотя просто было так называется слабо алкогольной капельки того успеха которого достигли винные дворфы порой приходит кого нужно обладать за то что в подземелье все хорошо я забыл амшигар правильно за приложить много усилий слез и литров конкистадорской крови лишь ради того чтобы понять что ты жидко пернов обосрался в которой раз-раз-раз это карба события происходят достаточно молодом мире под названием земли шерзы хотела эндрих косипоша богданчик амшигар кого я забыла я уже не помню по моему все подмечу что этот мир вполне себе живой разные существа тут обосновали свои цивилизации а климат разница от местности к местности тут есть прекрасные цветущие полные жизни земли с плодородной почвы но увы именно эти земли чаще всего являются приоритетной целью для тех или иных народов которые их уже заняли и засрали и хоть мир сам по себе достаточно молодой конкуренция уже кипит поэтому порой приходится идти на необычные методы мышления иные ребята уверены что в землях шерзыха самые неблагоприятные места будь то ледяные пустоши или жаркие душеглобные равнины абсолютно идеальны для жизни ибо закаливают дух жители мурманска и она бы согласятся со мной на юго-западе земель шерзы расположились лечебные холмы только вот данное название подошло бы под какой-нибудь санаторий но уж точно не для этого места тут вы здоровье не найдете а скорее потеряете вместе со здоровьем ментальным лечебные холмы это суровые мир сотнейшие лесистые гнилые утопы которые к тому же находится вместе буду вспомнил про свою прекраснейшую местность возле моего дома там не тоже лес если пройти дальше вообще может такой болото залезть где постоянная температура находится на уровне палящий ну как у идиоту придет голову идея отправиться сюда строить свою такие идиоты нашлись золотая компания это группа дворфов чьи именно абсолютно не имеют значения их символом является кричащий золотой слиток в лечебные холмы эти ребята отправились поисках золота ибо уверены что именно там под толще земли будут находиться золотые жилы которые обогатят их и прославят на зависть тем недалеким по пришествии на место было понято 1 лечебные холмы не просто палящие болота а унылые палящие болота вокруг нет ничего интересного даже никакой интересной живности нет если других землях можно увидеть мишутку или попугайчик а то тут лишь огромные жабы и огромные комары большие фруктов разнообразим тоже беда ты какие фрукты на болотах имеются в изобилии лишь плоды граната который придется жрать на постоянке и на постоянке пить из них гранатовое вино на ничего заходят находится речка вонючка которая полна вкуснейших мидий мидий и ничего более но это вообще не страшно все эти лишения и небольшие неудобства я уверен померкнут в тот момент когда кирка ударится об золотую жилу началось строительство делать дома на поверхности не камильфо да и не подвар физки поэтому плавно под землей выкапывались комнатки под рабочие мастерские единственным исключением оказалась столовка ее было решено построить снаружи дабы рыбакам было недалеко до повара бегать относить мидии повар бомбрик нервно взглотнул там же к слову столовки построили и винокурню дабы варить гранатовое вино и мясницкую ибо поражает как говорится как люди буквально вот из символов то чтобы ты понимал это все это обычные символы клавиатуры шрифтов и за это хотел спросить да это так странно выглядит у меня немножко были отглузы да это заивно но реально странно то есть это по сути из текста локвест сделали блин самую одну из самых проработанных рпг из текста это все что я не знаю блин хотя не такой делают один чел помню делал в командной строке из знаешь когда захожу команду строку там такой черный экран и короче парень сделал этот код в котором из символов то есть символов линий которые образуются в строке этой командной он сделал там шутер то есть там реально что то есть стены из символов разные цветности и там реально почти полный шутер он сделал обалдеть мальдеры это страшные люди ребят лучше с ними не связывайтесь мертвая жаба это все еще съедобная жаба кстати первым жилым помещением было решено сделать жилище лидера золотой компании его домом оказалась скромная комната под землей вы червивой пещере остальным жителям было решено обустроить особые лакшери помещения дабы все было дорого богато а именно выкопать комнаты в каменной породе отшлифовать камни затем украсить все красивыми узорами выбитыми в камни в общем ушло на это все месяца два после месяца сна под открытым небом на болотах и резко падающего настроения работяг было решено все-таки временно построить общагу которая совершенно внезапно очень даже понадобилась ибо ни с того ни сего прибежали мигранты после их прихода общага кстати так и не было ну как говорится это хошь не хошь где-то не построишься хату все равно обязательно возьмутся люди которые хотят пожить с тобой слушай брат ну пусти пожалуйста пожалуйста пусти брат давай ты такой же у меня живешь куда тебе спали по очереди следом при раскопке туннеля двор в копателе за сит мурлувар наткнулся на мягкие влажные породы которые обильно начали сочиться водой нижние этажи постепенно топило неприятно но это быстро пофиксили деревянными барьерами правда на этом заключение копателю не прекратились дабы разнообразить питание уже о боже не какая-то авокадо помнишь куда ним ржали а потом узнали его историю и мы все еще продолжили ржать на нем мы мерзкие люди разница он все равно никогда не узнает об этом что поделать как говорится было решено сделать особые реверсивные пассивные помещения дело в том что часть растений растет на поверхности а другая в пещерах поэтому было решено выкопать два помещения одно в пещере а другое под палящим солнцем во время раскопки последнего помещения на копателя внезапно обвалился кусок земли на котором к тому же лежали сваленные дровосеком деревья копателя контузило во всех местах благо среди работяг был доктор который долго обхаживал бедолагу обматывал умывал лечил поил и он так и его спас ура спас ради того чтобы тот по итогу подошел и в попытках доделать свое дело обвалил себе на башку всю остальную пещеру ну что поделать знаешь реально это мерзкое ощущение когда ты что-то делаешь делаешь знаешь там условно чинишь какую-нибудь клевую штуку прям например компьютер поставишь компьютер компьютер классный такой прикольный а потом вставляешь и понимаешь блять я же не ту вилку с не с тем напряжением поставил и все что ты сделал сгорело к чертям да после таких вещей ты станешь сидит инсайдом это мягко сказано еще вал передавил фарш все внутренности шахтера засид мурл бар скончался на месте другие же копатели на свою счастье наткнулись на пещеры которые оказались слишком близки к поверхности это было печально ибо обычно пещера живет всякая жуткая кровожадная дичь любящие полакомиться пухлыми дворфами и чтобы вы думали не прошло и 100 лет как внезапно из самых темных закромов вылезла забытая мне чудовище по имени тизе и честно говоря от мерзости этого чудовища возмутился даже я гигантский ядовитый мерзотнейший тарантул полностью состоящий из работы с двумя извивающимися и крутящимися рогами это чудовище с огромнейшей скоростью ворвалась крепость по пути убили собаку кота домашнего кабанчика а затем набросилась на дворфов рабочих цехах те дали ему максимально сильный отпор ногами и особенно отличился вещи в драгоценных камней по имени алины ягодчат с особой жестокостью сбил паука переломал им все конечности и умылся его рвотной кровью от его смерти удара ногой в пузо паук буквально развалился на части мощь после такой лютой битвы олен стал и произнес я принял ванну я доволен его я кстати назначил молотоборцем чья обязанность следить за порядком правда битва против чудовища имела многие негативные последствия несколько дворфа погибли во время битвы среди погибших был и лидер xp а тут еще и продумали то что если ты убиваешь такого врага типа такого паука и распространяются эффекты еще интересно идицы его конечно же мгновенно занял другой но факт остается фактом экспедиция идет что-то не очень хорошо но совершенно что простите простите что фарбик прости пожалуйста грешного мне придется покинуть вас на этом стриме надеюсь товарищи модератор будут работать п.с сюда пишу потому что ты скорее всего не увидишь моего сообщения в чате да ладно спасибо а его полис да самый активный донатер сегодня отлично сегодня справился спасибо чел реально от души от души чуть вид чулочков ты заслужил продолжаем где экспедиции его роль конечно же мгновенно занял другой но факт остается фактом экспедиция идет чет не очень хорошо но да вот отвлеклись ну ладно сейчас не очень хорошо ну они трусы крадут апологей до пола джастис гей уже пойдет вот такой этот судейский гномик не надо было с фениксом общаться гномик поможет друга завести совершенно внезапно двор вы таки обнаружили залежи серебра на хоть это и драгоценный металл но как вы помните символом золотой компании является кричащий слиток золота не серебра нашли напоминает а не знаю виде вообще знаешь про берсерк а мне он напомнил сухарики три корочки это знаешь что это сухарик три корочки если более самого дзюнзи это да блин все жуткий сухарик но блин ты помнишь этот такой красный камень с лицом из берсерка такой камень булгалиф это блин это жуткий слиток а чего золото орет то как золото может орать сухарик тогда это не золото это сухарик он орет потому что его пекут ему жарко а чё по ручу плакать свои корочки так сгавнились они стали еще об этом и плачет что они сгавнились ты чё что вы наделали блин три корочки были в самыми вкусными сухариками теле все вообще это любил этой корочки там самые любимые были с белыми грибами таки и семкой сыром очень вкусно не бронзы а золото так что мда скип идем дальше да не шли так выглядела поверхность территории занятых золотой компании столовая в которой весь день танцуют и поют дворов иммигранты причем танцуют очень хитро выпряженные народные танцы с особыми смыслами таким макаром шла жизнь двор вы бухали гранатовое вино жрали мидии пытались выращивать иные растения но в итоге на жаре на рацион лишь печенье ужас орехов до сомнительной жирностью из пещер вот допустим на радость повару бомбрику в крепость забрел пещерный крокодил очень опасные твари ну зато полное мясо и что вы думаете дворфы солдаты замешали с молотоборцем олены ну куда уж без него прошу прощения за мой французский отпиздили бедолагу с причем финальным ударом молота по голове олен выбил беда рептилии все зубы и сам своего рода зубной врач вы не поверите все дворфы а в большинстве своем мигранты которых уже раз в десять больше чем оригинальных олдов взяли доустроили голосование более у золотой компании нет лидера экспедиции теперь у них есть мэр и мэр получается какая-то бабища мигрант что забавный факт достижение общей численности дворку более 50 случаются выборы в ходе которых избирается мэр который по сути является более пропаченным лидером обычно мэром спокойно становится предыдущий лидер ибо его личностные данные всегда более подходящие но порой дворфы спокойно могут выбрать куда более бесполезного мэра лишь потому что у него много друзей которые за него проголосовали жестком таким макаром и было выбрано мосус моздас а чё мил это гномиха не да она ныло и похоже для его если бы она вогнул которая постоянно тусила и бухала в столовке дворфами мигрантами выбирайте меня ибо я ваш собутыльник конкретно для нее решил построить жилище снаружи рядом со столовой для этого кашки ее дом это буквально огромная квартира на четырех бревнах однако и этого ей мало ибо она теперь писи важны и требует более солидные коромы с большим количеством мебели из более солидных материалов ну само собой ну и чисто вы же ты предыдущие лидеры жили в земляной пещере с червями им было норм хотя справедливости ради подмечу что я таки распорядился разместить олдов в тех самых лакшери комнатах украшенных гравюрами самыми разными тупо дворфийские бладхаты но несмотря на это многим все равно не сладко например повар бомбрик уже которую неделю в депрессии из-за того что уже очень давно не ел нормальной еды по такому поводу он порой то и дело в депрессии бродил по крыше или же приходил среди ночи к мэру начинал ей жаловаться на свою тяжелую жизнь тем самым доводя до депрессии и и или вот нет страшно спишь такой внезапно такой вид поварюшка у нас нету мяса у нас нету мяса извини просто реально представь себе такая спишь пишем внезапных я врываюсь я со своими где колбаса холодильнике на третьей полке то же самое туда положил а точно стрёмно у одной из самогонщиц случилась одержимость идеи по крафту никого артефакта правда к огромному сожалению в наличии не было некоторых материалов и тут такое дело когда двор вот прям присралась сделать какую-то дичь он если не сделает то ёбнется на голову так что ее мы просто замуровали в мастерской пока она не пала в персерковую ярость и не померла от обезвоживания после этого двор вы ее откопали и отнесли ее труп на парашу продаю злой дух начал кошмарить народ а потому и оператор оформлены за и руки с той самой параши на которой или труп и лежал дух успокоился да жаль конечно что духа нельзя избить как например одну дворфиху который поехала кукуха постоянного сна в общаге и жизненно гнилых болотах она от злости на свою жизнь взяла до избила кабанчика и нескольких дворфов во время очередной пьянки в таверне множество жители подтвердили эти преступления а это значит она виновна дабы привести ее чувство он избил ее серебряным молотом переломал ребра и конец после этого наднес его лазарет к врачу дал ей вылечиться а когда она вылечилась снова избил а потом посадил в клетку глубоко под землей еще не достроена тюрьме правда это известно джорджа референс это ее уму разума не научила так что данный сценарий повторился еще минимум два раза кстати обычно спустя некоторое время в поселение могут начать приходить разные кости включая наемников готовых защищать крепость от твари но к сожалению наше поселение находится в жопе мира да и никто в страну уме не пойдет потрачить вонючие болота но благо у золотой компании есть свой собственный отряд бравых ребят которые то и дело кровожадно яростно убивают постороннюю живность один из них например является арбалетчиком ибо своих руков забивает насмерть тяжелым арбалетом эти бравые ребята с особой радостью убивают всю живность легкостью без особой причины допустим отряд полуразумных троглодитов был пущен под нож тупо чтоб предельщик мог спокойно паутинку для ткани собирать однако кровожадной радости этого отряда скоро придет конец а забытое чудовище еще оба вы соскучились по рандомным тварям из головной плоти которые появляются из ниоткуда и вырезать всю крепость так вот прошу любить и жаловать козе ты гаусу пьют х тих по огромная мохнатая креветка полная огня она настолько огненная огненная креветка звучит как дополнение к суши огненная креветка это звучит спа прошу прощения снова у тебя за платок то такой что жаре собственного тела уже давно довел ее внутренний жир до кипения и буквально выпарил воистину страшный дичь ну и короче это падла засела буквы в подземелье и спокойно там двигалась туда-сюда дожигала все вокруг все что удерживало эту тварь отторжение к дворфам это да хз на самом деле дворфы не трогали не тревожили ее полгода полгода конечном козе и ее неопределенность доконали всех а потом было решено направить на нее отряд кровожадных дворфов которые по идее должны были легко поделить ее поскольку между чудовище дворфами был глубокий ручей было решено построить особый мост из угля глядишь она на мост встанет загорится и упадет в воду вот классно будет ну ладно давайте посмотрим как дворфы справятся с чудовищем да я вижу взрыва облавы но первый же атака козе сожгла заживо двух дворфов и и огонь давил а не кровь и внутренности этих бедолаг они расплавились поднялся огромный дым жар вся растительность потихоньку начала гореть подземелье охватил пожар а чудовище тем временем решила окунуться и тем самым показать что не утонет вторая атака тоже не принесла особо пользы дворфы просто плавились испарялись от ее мощного огня а выжившие же добивались массы ее тело пришлось идти на крайние меры мгновенно было составлено два боевых отряда вооруженных кто чем гораст среди этих вояк был наш герой молотоборец уже убивший одно чудовище до этого но даже он был поражен мощи страшный тем временем смотри сколько поражение брать раненых до облутать павших отнести свечи на склад для повторного пользования все-таки оружие и броня имущество казенная битва была тяжела плала сгорала все любая живность которая попадала под горячую руку быстрости клеточка ядерная наверно там каролин рипер походу ралось из игры ибо буквально испарялась от лютого жара огня чудовища многие дворфы были записаны в без вести пропавший тупо потому что под густым дымом чудовище дезинтегрировала их своим огнем чем больше шел бой тем ближе коридор на поверхность двигалась чудовище это нельзя было допустить а потому в драку лезли все даже мирняк и вот успех ценой многих жизни удалось подломить чудовище молотоборец храбро блокировал атаки огнем и наносил удар на другие же бойцы ломали конечности и били по голове но финальный удар нанес бывший лидер золотой компании колл зарвес хон он нанес чудовищу лютый пинок живот чудовище в ответ спорол около брюхов превратив печень труху но в тот же миг пала и спустив дух последними же словами лидер были смерть мне нелегко я ранен это очень бесит битва была закончена конечно что вы скажете напоследок сверху раздражает прозаично многие погибли а те кто не погибли бухают в таверне и танцуют но не суть а суть в том что стало очевидно экспедиция потерпела крах золоту тут нет почти все алды погибли да и не алды тоже было решено свернуть золотую компанию и разойтись кто куда но пред этим дабы уж совсем не было обидно я приказал работягам запереть нынешнего мэра в ее доме а затем сбить все подпорки даба она рухнула вместе с домом пока спала чисто смеха ради мэр скончалась на месте а золотая компания понимаю переворот распалась что стало со всеми тим дворфами мне неизвестно но я искренне надеюсь что они справятся ибо они сильны тот же молотоборец олин гарантированно найдет свое место в жизни это я понял по небольшому моменту после битвы чудовище было мертво а олин лежал на спине и смотрел в темный пещерный потолок он был ранен олин произнес смерть вокруг нас это нелегко я стал более дисциплинированным это было удовлетворительно после этих слов олин поднялся ну чё игрушка вроде выглядит просто но очень даже увлекательно я честно не ожидал блин я прикольно надо будет если у него что-то будет еще новое по двору форта с англ сучи спасибо за спасибо за просмотр!